После ноябрьского саммита в Вильнюсе люди выйдут на протесты. Такого мнения придерживается лидер партии коммуниста Владимир Воронин. В ходе телевизионной программы на одном из телеканалов он заявил, что представители нынешнего правления с утра до вечера обещают в проправительственных СМИ, что после саммита в Вильнюсе в Молдове наступит рай. Но сразу после ноябрьского саммита восточного партнерства, считает Воронин, общество переживет большое разочарование, и этот факт заставит людей выйти на протесты. Произойдет очень интересная вещь, о которой никто из этих друзей, которые кроме как о Вильнюсе говорить в каждый день ничего не умеют и не могут, и обещать нам этот Вильнюс, а они, пользуясь медийными источниками, в том числе и вашими, и всеми их собственными, купленными, арендованными и так далее, поднаемными, убеждают народ, что этот Вильнюс, после Вильнюса будет в Молдове рай наступить. Всех убеждает в этом. Каждый день. А на самом деле, я спрашиваю очень серьезно теперь, а что произойдет после Вильнюса? До Вильнюса почти что понятно. Одни гнут в одну сторону, другие гнут в третью сторону. Мы не сдаемся ни туда, ни сюда, будем стоять на месте, нам этот Вильнюс в белых тапочках снился. Скажите вы нам, что будет после Вильнюса? А после Вильнюса будет крах, и даже не надо будет нам бархатной революции. Сама страна, весь народ поднимется, потому что они сейчас в ожидании, что после Вильнюса будет рай. А рай не наступит. Ни за что, ни после какого Вильнюса. Вильнюс – это самообман. Это дурь. Как утверждает Владимир Воронин, Молдове не стоит ждать райских условий, пока ею управляют чиновники, целью которых является обогащение за счет собственной страны, а также коррумпированные министры, которые думают только о собственных благах, а не об общем благосостоянии. По словам лидера коммунистов, люди очень разочарованы нынешней правящей элитой и осуждают ее за высокий уровень коррупции. По мнению Владимира Воронина, государство должно обеспечить чиновникам такие условия работы, чтобы у них даже мысли не возникло о том, чтобы украсть или потребовать взятку. А почему надо назначать такого министра, который потом надо арестовывать, чтобы он сидел? А где работа с этими людьми, с этими руководителями постоянная? А где такие формы контроля, которые этот министр не смог бы даже при огромном желании стать коррумпированной личностью и так далее? Есть другие механизмы? Обязательно превратить всю Молдову в тюрьму? Нет, нет, нет. Я против этого стоял тогда, когда был при той должности, я стою и сегодня. У меня насчет этого позиция... То есть, при вас, когда вы были президентом, не было у власти тех личностей, которых можно было посадить за факты коррупции? Вы готовы это сейчас утверждать? Практически же не возникали такие скандалы в таких пропорциях и таких, как сейчас. Если там было замечено что-то, какие-то нарушения, то принимались меры, это министры или кто они там были, освобождались от должностей, и потом принимались решения, что дальше. То есть, большой коррупции не было? Да не что вы, как будто мы говорим о прошлом веке. Мы говорим о четырех годах тому назад, о пяти. Что вы не помните, что такого безобразия, такого бардака вообще близко даже не было, по мини. О чем вы говорите? По словам Владимира Воронина, одной из главных задач партии коммунистов после возвращения к власти станет развитие среднего класса, а также вывод финансовых потоков из рук узкой группы олигархов. Я буду бороться за то, чтобы значительно вырос уровень среднего класса в Молдове. Чтобы не 5-7% олигархов, как их называют сегодня у нас уже в обществе, держали в своих руках денежные потоки, и все эти, так сказать, средства и обогащались. А чтобы этот уровень среднего класса достиг хотя бы 70-75%. Напоминаем, что по данным социологических опросов численность граждан, недовольных существующим уровнем жизни, превышает 70% населения. Одновременно увеличивается доля тех, кто живет в нищете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok